Съёмка пошла. Малевич, как известно, называл его всем царственным младенцем. В другом месте Малевич говорит о такой лучшарной планете как о нуле форме. Причём, при том, у человеческого политического музея возникает вопрос, что имел в виду Малевич из этого человека? А почему это считается таким гениальным и таким важным в истории своего произведения? По этому поводу есть несколько версий. И у меня есть для вас две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость заключается в том, что Малевич оставил одно количество текстов философских, художных, поэтических, которые поясняют его творчество. Плохая новость заключается в том, что язык Малевича крайне сложен и непонятен. Бывает, даже почитав всех текстов, что сложно бывает понять, что он хочет сказать. Тем не менее, необходимо ответить, что, во-первых, Малевич не словно обращал. Среди народных художественных 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 и непонятных в его произведениях, язык на мельности и зону язык библии. Малевич обозначен на вас, что Чёрный квадрат, представляя самодельку картине, им 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 еще один пункт. Недаром Малевич пишет вопрос о Чёрный квадрат. А клиптик на самом деле обозначен в Чёрном квадрате. Обозначены еще две картины. Белый квадрат и красный палец. И вот мне хоть из своих ценностей, Малевич убеждает, что Чёрный квадрат — это аллегория везда, которая в тот момент открывается сознанием человека. В тот момент, когда человек понимает, что окружающий мир — это мальчик, что материя нереальна. Там сказали, что Малевич, как в Малевом Зелеменьке, прибликался, с одной стороны, в основном, в основном, в культуре, к мультизму, с другой стороны, у него огромное впечатление, и вызвало открытие расщепление актуального. Выстоит, что считалось, что каждый человек, в частности, на самом деле, в калмине, и самоклубийский митей, восклорился в сознании этого времени. Красный квадрат Малевич ассоциировался с энергетической полной реальностью, которая открывается в зону человека, когда он понимает, что материал, на самом деле, не реальный. Наконец, белый квадрат Малевич ассоциировался с прекрасной, бездной, полной густофы и наслажденной, самоклубойной нирваны, куда, в итоге, подгружается сознание человека, помню прозревшего истины. Естественно, то, что я точно сказал, не просекло на полноту освещения вопросов, тем не менее, как мне кажется, эти вытяжки, то есть, тени Малевича, дают ключ к нему, как мы можем по крайней мере пытаться понять, зачем человек укладывает? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ